Водные слова 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 вводных слов существует в русском языке. Первый разряд – это те вводные слова, которые выражают чувства говорящего. Всевозможные чувства – к счастью, к несчастью, к радости, к огорчению, к досаде, к сожалению, к удивлению и так далее. Следующая группа слов вводных, которые выражают уверенность, неуверенность или какое-то предположение, возможность. Это такие слова, как «конечно», «несомненно», «безусловно», «однозначно» и другие. Третья группа слов указывает на источник сообщения. Говорят, сообщают, передают. Это может быть какой-то вот неконкретный источник, а может быть какой-то абсолютно конкретный. Скажем, по словам Льва Николаевича Толстого или, как сегодня уже звучало предложение по сообщениям синоптиков. Следующая группа – вводные слова, которые указывают на связь мыслей, последовательность их изложения. Итак, следовательно, наоборот, всеми любимые вот это «во-первых», «во-вторых» и так далее, да, вот эти вот все замечательные слова, они, конечно же, тоже у нас относятся к категории вводных слов. Пятый разряд указывает на приемы и способы оформления мыслей. Словно, одним словом, иначе, с позволения сказать, лучше сказать и так далее. Шестая группа – слова, обращенные к собеседнику с целью привлечения его внимания. Видишь ли, понимаешь ли, знаешь ли, пойми, поверьте, слушайте, представьте, и наше любимое слово «пожалуйста», и, конечно же, слово «спасибо». Но вы обратите внимание сейчас особое на ту информацию, которая появилась на доске. В русском языке много слов, которые часто путают с вводными, но они таковыми не являются, и выделять их запятыми категорически нельзя. Посмотрите на эти слова, запомните их, а еще лучше, если вы сейчас успеете их записать. Это слова буквально, будто, вдобавок, вдруг, ведь, в конечном счете, вот, вряд ли, все-таки, едва ли, даже, исключительно, именно, как будто, как раз, между тем, приблизительно, примерно, при том, причем, тем не менее. Еще раз напомню, эти слова не являются вводными и на письме запятыми не выделяются. Для того, чтобы отработать те навыки, которые у нас есть, и которые, возможно, появились на сегодняшнем уроке, я предлагаю вам выполнить следующее задание. На доске появились предложения, которые вы сейчас, пожалуйста, ну, списать вы не успеете, времени у нас не так много, но хотя бы посмотрите и подумайте, где бы вы в этих предложениях поставили знаки препинания. Предложение. Книги, как известно, изданно почитались на Руси. Пожар в лесу, по словам очевидцев, возобновился неожиданно. Поезд отправляется через час, следовательно, нам нужно выходить из дома. Конечно же, вы не раз видали уездной барышне альбом. Вы, одним словом, легко отделались. Он, слава богу, остался жив. И последнее предложение. По сообщению синоптиков, скоро ожидается понижение температуры. Я надеюсь, у вас было время подумать над тем, где бы вы поставили знаки препинания. В этих предложениях, чтобы выделить, конечно же, вводные слова, которые здесь присутствуют. Пожалуйста, сравните свои ответы с теми ответами, которые появились сейчас на доске. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вводные слова в данных предложениях встречаются в разные позиции. Что-то в начале предложения, что-то в середине предложения, что-то в конце предложения. И помните о том, что вводное слово – это не обязательно одно слово. Это может быть и словосочетание. Интонация нам только помогает, подсказывает, где находится вводное слово. Но у нас еще и много других признаков, по которым мы ориентируемся на то, что это вводные слова. Вот все, что хотела я вам рассказать сегодня о вводных словах. И поддерживая ту традицию, которую я уже на прошлом уроке начала, я хочу вам предложить самую простую домашнюю работу. Вы наверняка сейчас увлечены чтением и что-то интересное читаете. Пожалуйста, в том произведении, которое вас сейчас заинтересовало, найдите те предложения, в которых используются вводные слова, и выпишите их. Особое внимание обратите, пожалуйста, на те знаки препинания, которые вы в данном случае поставите. Всего доброго, спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!